Аристованного правозащитника из АТА ОМОНа перевели из изолятора временного содержания ОМВД по городу Душанбе в сезон номер один Министерства юстиции Таджикистана. Источник близких к следствию сообщил 1 июня радио Азади о том, что перевод был осуществлен 31 мая, и теперь из АТА ОМОН будет находиться в следственном изоляторе до окончания следствия. Суд ранее продлил срок задержания из АТА ОМОНа под стражей до конца июля этого года. Напомним, что после исчезновения правозащитника 25 марта в Москве, 27 марта МВД РТ официально заявило о задержании из АТА ОМОНа в аэропорту города Душанбе по подозрению в мошенничестве. Задержание таджикского правозащитника вызвало бурю негодования в таджикском обществе, в частности, среди таджикских трудовых мигрантов. А 2 апреля таджикские трудовые мигранты собрались у здания посольства Таджикистана в Москве на акцию протеста в защиту из АТА ОМОНа. Таджикский режим заявляет, что дело из АТА ОМОНа не носит политического характера, а связано с заявлениями о мошенничестве со стороны нескольких потерпевших. На данный момент родственникам известно об 11 так называемых заявителях. Однако мало кого убеждают эти доводы. Все независимые таджикские блогеры и активисты считают, что его задержание и предъявленные ему обвинения на самом деле были политически мотивированы и связаны с его критикой в адрес правительства Таджикистана. Родственники выразили свое неудовлетворение медленным ходом расследования уголовного дела в отношении ЗАТА ОМОНа, сказав, что несмотря на то, что количество подавших заявления на правозащитника увеличилось, но для подтверждения их слов следствие до сих пор не провело очные ставки. Сын правозащитника Мухаммад Юсуфхолов говорит, что его отец также отметил намеренное затягивание расследования. Очевидно, что режим планирует максимально отсрочить вынесение обвинительного приговора с длительным сроком лишения свободы, дабы он пришелся на то время, когда у населения уже угасно чувство возмущения и готовность к организованному протесту по этому поводу. Напомним, что 30 марта Мухаммад Юсуфхолов после встречи с отцом в одном из столичных ИВС заявил журналистам, что представители МВД Таджикистана обещали освободить задержанного сразу после того, как он возместит якобы нанесенный им материальный ущерб. На тот момент было известно о трех так называемых пострадавших, однако специалисты отмечают, что это был стандартный ход со стороны следствия, направленный на успокоение родственников и их нейтрализацию путем внушения надежды на освобождение взамен на отказ от активного освещения уголовного дела.